Вы смотрите ННТВ в прямом эфире интерактивный канал День за днём. В студии Оксана Ткаченко, Илья Приходько, здравствуйте. На календаре 10 марта и после праздников рабочая неделя начинается с того, что у нас в Нижнем аномально тёплая погода и курс рубля упал. Чем запомнить этот день сегодня, обязательно узнаем в эфире День за днём. Поехали. День за днём. А то, о чём будут говорить сегодня многие, наверняка этот день будет вписан и в экономическую историю страны в том числе, экономисты, которые праздновали 8 и 9 марта, говорили о том, что праздники не удались и выходные тоже, потому что пришлось следить за котировками рубля, доллара, евро, за тем, как изменялась цена за баррель нефти, за то, как менялись биржевые индексы. Об этом также поговорим сегодня в нашем эфире. Да, посмотрим. Самое главное, что у нас там подорожает в итоге и надо ли менять оставшиеся... Сколько будет стоить гречка, сахарный песок и вот такие основные крупы, которые у нас являются индексом экономической успеваемости той или иной семьи. Ну и одна новость идёт за другой, такая необычная, я бы сказал, про погоду, как ты правильно сказала. В общем, тут что-то непонятное в начале недели. Кто-то говорит, что 40-градусные морозы в России ещё могут вернуться в европейскую её часть, а кто-то говорит, что, в общем-то, уже только тепло и назад возвращения к холоду не будет. К чему нам всё-таки в итоге готовиться? Какая погода нас ждёт в Нижнем Новгороде и Нижегородской области на ближайшее время? Об этом узнаем из первых уст от человека, который в 99% случаев по нашим наблюдениям оказывается прав. Но, в общем-то... Знаешь, рекорды были поставлены, погодные рекорды, конечно же, потому что синоптики говорили о том, что температура воздуха в эти праздничные дни показала отметки плюс 11,5 градусов, и это говорит о том, что очередной температурный рекорд был побит. Сегодня синоптики прогнозировали днём плюс 10, посмотрим, сбудется ли это. Но в утренние часы было очень некомильфо, неприятно и некомфортно. Вообще, по состоянию на сегодня 10 марта складывается ощущение, что нас как-то пугаются очень активно разными какими-то вещами. И, вы знаете, у нас всегда есть традиция, мы устраиваем опросы интерактивные в течение программы для тех, кто следит за нашей деятельностью в интернете. Вот мы решили спросить, что из трёх главных новостей таких наиболее вас пугает. Три варианта на выбор в нашем опросе сегодня предложили. Ну, посмотрим просто, чего вы на самом деле боитесь больше. Этот опрос размещен в нашей группе ВКонтакте, она называется «День за днём». Вы можете зайти туда, проголосовать. И вариант первый – рост доллара. Ну, потому что ничего хорошего он за собой не несёт. Потому что прекрасно понимаем, что если кто-то собирался на отдых, можете посмотреть, цены за тур уже выросли. Если кто-то собирался ещё какие-то вложения финансовые сделать, то тут тоже поосторожнее. Если, в конце концов, кто-то собирался купить новый айфон, то тут тоже вас ждёт неприятность. Да и старых, я чувствую, тоже подорожает. Ну, вот это такой первый вариант в нашем опросе. Далее распространение коронавируса. Но, знаете, вот есть ощущение, что многие боятся вот прям этого. Прям вот настолько боятся, что даже думать об этом не хотят. Ну, а мы решили вот такой вариант в нашем опросе включить. Вот если вы персонально боитесь распространения коронавируса, ну, страшно вам, да, вот вы читаете в новостях, там, каким-то паникёрам верите. То второй вариант в нашем опросе для вас. Не боитесь? Кстати, правильно делайте. Этот вариант сейчас аутсайдер, потому что по сравнению с другими, да, это вообще не самое страшное. И вариант третий – погодные аномалии. Потому что, действительно, говорят, какая-то такая тёплая зима и жаркое лето, и все ледники могут потаять. И мы вот в таком сейчас временном пространстве находимся, что действительно страшно. Всё не так по погоде. На небесную ось налетит, видимо. Ну, вот посмотрим, что из трёх вот таких волнующих тем, которые в средствах массовой информации муссируют за последние сутки, по крайней мере. Что из этого вас пугает больше? Ну, просто интересные итоги будем подводить в конце. Кстати, за время праздников наша электронная почта также наполнилась вашими жалобами. Конечно, с одной стороны, очень приятно, что вы присылаете к нам свои обращения, мы о них рассказываем в нашем эфире. С другой стороны, грустно, как много ещё такой повестки, которая не отработана и которая требует быстрого непосредственного вмешательства. Но давайте пойдём по тем жалобам, которые мы отобрали на сегодняшний эфир. И одна из первых касается верхней части города. Да, к сожалению, в очередной раз в нашем эфире мелькает площадь Лядова, а именно переход, который рядом находится у университета Лобачевского. Межгородцы даже улыбнулись и говорят, что своеобразный чат с властями создан вот в этом переходе. Потому что сами нижегородцы спрашивают, ну и, конечно, не в письменном варианте, вот тут на стене ждут ответа, а действенных каких-то мер. Да, там периодически, я просто рядом живу, я понимаю, о чём идёт речь, и в подземном переходе на площадь Лядова периодически возникают надписи вроде «Мэр», где уборка, ну и разные представители власти. Это всё, конечно, закрашивается спустя какое-то время, но людям не надо, чтобы просто только надпись закрасили, им нужен какой-то масштабный ремонт. Вот таким образом они и привлекают внимание к коммунальным проблемам. Ну, правильно ты заметил, главное, чтобы власти не стали там же отвечать, краской где-то внизу что-то подписывая, да, пока закрашивают и на том спасибо. Активная фаза начинается, как правило, ближе к субботникам, но очень хочется, чтобы районные власти не ждали этого момента, а наводили порядок на территории своего района прямо сейчас. И давайте следующую жалобу посмотрим, и тут тоже требуется вмешательство районных властей. Касается это советского района. Нижний Новгород, улица Заярская, дома 10 и 12. Наши телезрители сообщают, что там не иначе, как баррикады хлама, спиленные ветки. Лежит всё это дело уже третий месяц, домоуправляющая компания советская. Отказывается увозить мусор из двора, из детской площадки, хотя ещё со времён ремонта дома всё это находится там, говорят наши телезрители. Жалобы, в общем, как очень часто бывает в таких случаях, остаются без ответа. То денег у Дука нет, то машины, а также погода не позволяет, пишут наши телезрители. На самом деле, вот тут только часть фотографий, которая прислана была к нам на электронную почту, их в разы больше. И там более явно видно, насколько большой ущерб. И действительно, это около детской площадки. Если случится что-то с человеческой жизнью, с детской жизнью, то тогда власти, конечно, и районы, и советского Дука будут что-то предпринимать. Но давайте не будем доводить до абсурда ситуацию. Навести порядок легко. Тут достаточно взять одну машину, привезти несколько человек. Вот тут и начинаются обычно проблемы, потому что надо взять машину, надо заплатить за вывоз мусора, надо его вывести в правильное место. А всё это стоит денег. Поэтому я прекрасно понимаю ответственных за уборку, почему они не спешат это делать. Лучше дождаться субботника, когда какой-нибудь КАМАЗ пригонят, всё туда в одну кучу свалить и на этом сэкономить. Так, наверное, нельзя делать. Идём далее, смотрим, что ещё присылает нам наши телезрители в группу ВКонтакте день за днём НН и к нам в редакцию. Ну вот здесь, в общем-то, снова верхняя часть Нижнего Новгорода, к сожалению. И самое начало проспекта Гагарина. Проспект Гагарина, дом 3 и дом 9 прислали нам телезрители. Говорят о том, что лунная поверхность вместо тротуара. Ремонта не было со времён СССР. Но вот тут ещё снегом и льдом прикрыто. Да, на самом деле, там уже практически нет, наверное, никакого асфальтового покрытия. И вот мне, как жителю Нижнего Новгорода, знаешь, Илья, ну я не житель этого района, но тем не менее, стыдно, что практически в центре города у нас такие дороги. И мы говорим о каких-то благоустроенных территориях. А тут пешеходы идут по территории, которая не благоустроена от слова совсем. А я вот как активный житель Советского района даже отправлял другого такого же плана жалобу именно с этой территории в чат коммунальный Советского района, который так и называется, просоветское ЖКХ. Там жители как раз говорят о неубранном мусоре и отсутствии благоустройства. Вот я обращался персонально к главе района, Владимиру Исаеву, говорю, когда же? Ну, ответа не последовало. Ответ утонул, видимо, да, где-то в море других обращений. Но тем не менее, следим за этой ситуацией. Если что-то меняется, обязательно вам об этом расскажем. Мы действительно следим за теми жалобами и вашими обращениями, которые к нам поступают, о которых мы говорим в эфире. Поэтому сделаем шаг назад и посмотрим на вашу жалобу, которая была в предыдущем эфире. Вернее, это был такой вопрос. Что происходит с объектом, который находится в центре города? Это так называемый дом Чекиста, который планировали превратить в жилищный комплекс. Находится он на Малой Покровской, 16. Зрители тогда обратили внимание, что пока лишь просто обнесли очередным синим забором и накрыли сеткой. Что же происходит на самом деле? Ну, в общем-то, надо сказать, что после того, как мы это опубликовали в группе, пошли соответствующие сообщения, в том числе и от правительства областного. Ранее сообщалось о том, что дом Чекиста планировали превратить в жилищный комплекс. Там мы планировали квартиры сделать, часть отдать под коммерческие помещения. Даже спа-салон, спа-салон в доме Чекиста, да, хорошо звучит. Но, как оказалось, планы поменялись. И теперь дом Чекиста в Нижнем Новгороде станет офисом для айтишников. Он войдет в так называемый айтишный кластер, который будет касаться улицы Ильинской. Все-таки проектировщики не оставляют надежды, что улица Ильинская станет не только исторической достопримечательностью, но еще и айти-кластером. И вот это будет часть улицы. Да, посмотрим, как это будет выглядеть, самое главное, внешне, насколько самим айтишникам будет интересно разместиться в доме Чекиста. Все это вопросы в будущее, которые мы задаем из этой точки времени. Посмотрим, как ответят. Кстати, еще одна новость. На Ильинской улице сохранят двупутное движение трамваев. Это не один путь, как мы говорили, не одна колья, а две. Но, правда, движение, возможно, станет односторонним, заявили представители. Автомобильное движение станет, да, чтобы мы понимали, потому что, давайте вспомним, у нас в эфирах мы поднимали эту тему, когда также неравнодушные нижегородцы создавали инициативные группы, писали петиции на имя губернатора, проектировщики ломали голову и думали, как же решить эту проблему. И все-таки остановились на варианте при совместном решении, конечно же, с правительством области, что трамвайные пути будут оставлены в оба направления с таким движением, как есть сейчас. А вот что касается автомобильного движения, то по Илинке оно будет в одном направлении, а по улице Гоголя в обратном направлении. Я теперь боюсь, вот как с трамваями решили вопрос, теперь автомобилисты должны создать свою петицию с требованием оставить двустороннее движение на Илинской улице. Чувствую я, история еще совсем не закончена. Но на этом обзор ваших жалоб, ваших обращений в нашей программе закончен. Мы переходим к следующей части нашей программы. Это такое относительное нововведение в программе «День за днем». Мы рассказываем о том, что пишут и районные средства массовой информации, потому что взгляд из Нижнего Новгорода в районы Нижегородской области тоже очень часто интересен. Рассказываем вам о таких вот новостях. Очередная подборка в нашем эфире прямо сейчас. Ты прав, не хочешь заграничиться исключительно Нижним Новгородом, поэтому давайте заглянем, что происходит еще и в области. Что касается ВИКСы, здесь есть приятные новости. Если верить средства массовой информации, то мы видим о том, что 6 марта заработала после капитального ремонта школа номер 9. Илья, посмотри, какая красивая школа. Наряденька. На самом деле не все школы Нижнего Новгорода выглядят таким образом. Реконструкция обошлась городскому и областному бюджетам, я считаю, немного. В 20 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик сумел заменить окна и двери, а также облицовку фасада. Вот такими красивыми, яркими, красно-синими панелями. Ну, в общем, по крайней мере, учитывая ту погоду, которая в Южном Новгороде и в области, да и вообще в средней полосе в последнее время стоит, я думаю, что вот такая красота, конечно, несколько будет радовать глаз, поэтому за жителей ВИКСы мы рады. Ну и следуем дальше. Другая новость уже из другого района Нижегородской области. Заглянем в Дзержинске. Да, второй город по населению, по значению в Нижегородской области. И это касается поселка Дачный-Подзержинском. Тут тоже хорошие новости для тех, кто имеет отношение к этому поселку Дачный. Городская администрация говорит о том, что предприниматель, который незаконно вывозил оттуда суглинок, который является полезным ископаемым, с территории более 100 тысяч квадратных метров, теперь должен восстановить эти земли. Поэтому, наверное, если кто-то переживал за эту территорию, за этот суглинок, так или иначе, теперь будет рекультивация. Понятное дело, без вмешательства надзорных органов соответствующих дел не обошлось, но, тем не менее, финал у этой истории такой. Опять же, все зависит... Ты знаешь, это еще не финал, потому что предприниматели не совсем соглашаются. Его еще надо найти. Да, подают апелляцию в вышестоящую инстанцию и говорят, что он-то делал все по закону. Будем следить за развитием событий и здесь. Ну и еще одна новость. По-разному можно к ней относиться. Мы отправляемся на юг Нижегородской области. Так вот, город Саров, который в сердце нашем отзывается очень часто приятными звуками. Границы Сарова, друзья, планируется расширить. Причем не иначе, как это происходит, как по поручению президента. Есть такое понятие у них в Сарове, мы о нем не знали с тобой, как северные территории, вот их присоединят к Сарову. Но если бы с нами был Кирилл Васенин, наш коллега, он бы, наверное, рассказал об этом подробнее, что такое северные территории. И как выглядит контрольно-пропускной пункт, мы теперь видим. И вот как раз за этим КПП-4 почти 700 гектаров в открытой территории будут присоединены к Сарову. Придется КПП немножечко подвинуть. В рекламном блоке мы с вами видели, что в Нижний Новгород в очередной раз приезжает Георадзе со своим великолепным цирком и со своей новой программой «Бурлеск». Называется она. Завтра в нашем эфире также состоится презентация этого замечательного шоу. Мы готовы рассказать, что будет там интересного. Но рассказывать – это одно, а посетить это шоу – это совсем другое дело. Поэтому заранее посмотрите и выберите те даты, которые вам понравятся больше всего. Я надеюсь, что мэтр придет к нам с каким-нибудь живым существом сюда в студию. Я имею в виду не только людей, а разных животных, кого не хватает. Очень хочется, чтобы еще пришел с пригласительными, которые мы могли бы разыграть в эфире, для того, чтобы у наших зрителей была возможность выиграть эти пригласительные. А пока напомним опрос нашей сегодняшней программы. Мы сегодня спрашиваем наших телезрителей из тех страхов, которые сегодня в медиа, в СМИ обсуждаются, что из этого больше всего вас пугает. Три варианта еще раз перечислим, которые мы вам предлагаем. Новости абсолютно разные. Первое на голосование – рост доллара, рост евро, падение цены на нефть. И, соответственно, все экономисты говорят о том, что инфляция будет не на том запланированном уровне, о котором говорило правительство нашей страны. И то, что цены вырастут, это, конечно же, без сомнения. Сегодня в эфире услышим мнение компетентного специалиста. Но если ваши переживания больше связаны с этим вариантом, то голосуйте за него. Вариант второй – распространение коронавируса. Мы знаем, что регистрируются случаи уже и в России, и, понятное дело, Италия вообще закрылась на карантин. Может быть, вы все слышите в новостях где-то, да, вас это каким-то образом пугает. Пугает Нижний Новгород рядом с Москвой. Вот это реально страшно. Ну, черт его знает, чего это за заболевание, как его лечить, чем лечить и так далее. Вот такой страх есть у нас. Второй пункт в нашем опросе, если это пугает лично вас. Пугает, не пугает, но расстраивает абсолютно точно, потому что у многих, даже наших с тобой знакомых, поменялись планы. Люди, которые собирались поехать в Италию по делам и на отдых, отменяют свои визиты. И если авиакомпании пошли навстречу нашим соотечественникам и возвращают стоимость билета, то забронированные за рубежом отели, гостиницы, они ни на какую встречу не идут. И наши соотечественники остаются, конечно, с минусовым балансом. Ну и вариант последний, погодные и же с ним климатические аномалии. Может быть, вы этого боитесь, бог с ними, со всеми этими рублями, долларами и прочими странными заморскими вирусами. Вот когда зима не зима, весна не весна, лето не лето, может быть, это вас как-то волнует серьезнее. Что вообще происходит, вы не понимаете, хотите каких-то, не знаю, прогнозов даже адекватных получить на какое-то время. Вот если такой страх у вас присутствует, такой последний пункт в нашем опросе. Посмотрим, сколько тех, кто выбирает именно этот вариант. На погоду, конечно, мы обращаем всегда. И из последнего прогноза, то плюс 11,5 градусов. Такой рекорд был отмечен накануне в Москве. Москва совсем недалеко от нас. Если можно было посмотреть у нас в Нижнем, то примерно такие же температурные значения были поставлены синоптиками. Что говорят также синоптики на ближайшую неделю, насколько долго продлится это тепло, будет ли жарким вся весна или все-таки рано переобувать автомобили. Потому что я знаю, многие автомобилисты уже говорят о том, что можно переобуваться, зима прошла, настала весна, что же просто так шипы снашивать. Вот все, ждем все объяснения от специалистов, которые нам расскажут, и все точки надо и расставить. Давайте пока посмотрим погоду на неделю, как выглядит сейчас. Да, у нас есть возможность увидеть эти температурные значения, вот эту шкалу. Ну, вот посмотрим, да. О-о. Что это вот? Это что за время года такое? Среда, завтра плюс 11 прогнозируют синоптики, а в ночные часы также плюсовые значения, но все это продержится недолго, исключительно до выходных. А уже в воскресенье температура воздуха около нулевой отметки, а в ночные часы минус 3, минус 4 градуса. И следующая рабочая неделя также начнется с минусовых значений. Вот и самые смотрели температурные качели, о чем любят говорить синоптики. Плюс 11, 0, потом опять плюс 7. Для людей с тонкими сосудами и метеочувствительностью, конечно, тут наступает сложное время. Но посмотрим, какая вообще нас погода в Нижнем Новгороде и Межгородской области ждет на ближайшее время. Мы попросили поделиться информацией ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковцан. С нами на прямой телефонной связи Евгений. Телефонной видеосвязи даже, я бы сказал. Евгений, добрый день. Рад вас приветствовать из Нижнего Новгорода. Добрый день всем. Здравствуйте. Евгений, кто круче? Курс доллара или курс погоды? Да, да, да. А вы знаете, я думаю, что это равнозначно. Потому что если вчера, сегодня это черный понедельник, вторник на финансовых рынках, то грядущая пятница это черная пятница на всех метеорологических фронтах. И поясню почему. То, что мы сейчас находимся в зоне такого рекордного, небывало рекордного тепла, большая часть Центральной России это нам подарок в начале весны. Но, тем не менее, осталось буквально 2-3 дня, когда процессы в атмосфере начнут кардинально меняться. Да, мы будем находиться еще, так скажем, ночью 0, плюс 5, днем плюс 3, 8, где-то до четверга включительно. Но в пятницу, в пятницу нас ожидают настоящее испытание непогоды. Холодный полярный фронт станет прорываться в Центральную Россию. Соответственно, это ливневые дожди, это шквалистые усиления ветра. Порывы будут достигать 20-25 метров в секунду, а местами в Верхневолжье даже и 29 метров в секунду. Это, между прочим, заявка почти что на ураганный ветер. Так что будьте, пожалуйста, к этому готовы. Ну и, соответственно, буквально на самое барическое дно рухнут показания барометров. 725 миллиметров ртурного столба, это на 20 единиц ниже положенного. Ну, представьте, как будто бы все жители Нижнего Новгорода поднимаются на высоту, ну, как минимум, 250-300 метров. Это в кратчайшей струке. Соответственно, метеозависимым будет не очень комфортно. Ну и, конечно, температурный режим начнет стремительно понижаться. Если к пятнице это 0, плюс 5, то к выходным ударят заморозки на дорогах, гололедятся заморозки до минус 2, минус 7. Днем, дай бог, чтобы было около нуля. Ну, единственным, наверное, утешением станет то, что после воскресенья и далее на следующей неделе несколько дней будет светить солнце без осадков. Ну, вот такая нормальная мартовская погода. Рановато, то есть пуховик я убирал все-таки. Я тоже в легкой. Переобувать автомобили рано, Евгений? Да, безусловно. Но здесь я успокою. Вот мы буквально переждем вот эту десятидневку до 20-х чисел марта. После чего, так или иначе, но ветер все равно начнет разворачиваться на западное направление. Отсюда и наступление так называемой климатической весны или метеорологической весны, то есть переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных отметок. Ну, я думаю, что последняя пентада марта уже ознаменуется вот таким знаком плюс в среднесуточных температурах. И дальше, дальше весна начнет новое наступление, такое генеральное наступление по всем фронтам, тем более по долгосрочным прогнозам. Они очень позитивные и на весну, и на лето. Кстати, летом мы уже прогнозируем нормальное, но я его назвал малиновое. То есть очень комфортно, без экстремальной жары, без экстремального холода, почти что норма осадков с небольшим дефицитом. Ну и апрель-май у нас довольно-таки приличные. Апрель будет на 3-4 градуса теплее, май где-то на 1-2 градуса. Это касается всей центральной России. Наши телезрители спрашивают в комментариях, правда ли, что в некоторых районах Россия ожидается до минус 40 градусов. Кто-то прочитал в интернете. Да, сегодня мы видели в средствах массовой информации такие прогнозы. Ну да, это любят пугать, конечно. Но, безусловно, это относится к азиатской части нашей необъятной родины. Это Якутия, это восточная центральная Сибирь. Там действительно еще зима не собирается ступать. Там снегопады, метели, арктические вторжения. Ну и, соответственно, на полюсе холода столбики термометров по-прежнему понижаются до отметок минус 40 градусов и ниже. Благодарим за комментарий в нашем эфире. Как всегда, интересно, полезно, информационно. Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды ФОБОС. Я вот о чем подумал. Большое спасибо за малиновое лето. Сразу вкусно так во рту стало. Захотелось малины, а еще больше захотелось лето. Малиновое вино у кого была песня? Игорь Николаев. У Игоря Николаева была песня. Он был совсем недавно у нас в Нижнем Новгороде и поздравлял всех милых дам с 8 марта. Наверное, про малиновое вино он пел. С другой стороны, конечно, я понимаю, что тут и другая песня. «Терпите, люди, скоро лето». Она тоже уместна. По крайней мере, ждем холода до конца недели нынешней. А уже потом, с выходных, суммирно, то, что сказал сейчас Евгений, мы ждем хорошей погоды. По поводу погоды, давайте еще скажем о том, что уже некоторые мосты Нижегородской области затоплены. Такого ледохода, как в обычном понимании мы привыкли видеть на Волге и на Оке, в этом году мы не увидим. Снег будет и лед таять так постепенно, равномерно. Но вот некоторые, пять мостов, по-моему, да, МЧС сегодня считалось, у нас в Нижегородской области уже затоплены. Тем не менее, спасатели говорят о том, что все жители Нижегородской области, те, которые оказались отрезаны от большой земли, да, вот такой водой, они все под присмотром, они все с едой, они все с медицинским обслуживанием. Так что все нормально, не переживайте. А между тем, весна наступает уже, может быть, для кого-то раньше. И чем характерно проживание на территории Нижнего Новгорода, в частности, Нижегородской области, прилегающих городов к Нижнему Новгороду, это вот нестабильные грунты. Мы знаем, что как только весна, много воды, грунты начинают плыть, и случаются оползни. Мы переживаем у нас в Нижнем за Зеленский, съезд за Похвалинский, потому что нет-нет, до неприятностей случаются. Но ты правильно отметил, случаются они не только в Нижнем, но и в регионе. Так вот, мы прямо сейчас вам покажем кадры. Вот накануне снятый одним из жителей города Кстова, Анатолием Горшининым, он прогулялся в местном парке и запечатлел оползень, наверное, который, по праву можно назвать первым оползнем весны 2020 года. Давайте посмотрим эти кадры прямо сейчас. 9 марта, город Кстова, парк Юбилейный, была сделана набережная, вот теперь край набережной обваливается, оползень. Вот отчасти тоже отходит уже. Все подмывается. Ну, вот такие кадры, и это Кстова, напомним. Мужчина, в общем, таким образом удивился, что мы и на видео видели, смотрели, где инженерные защиты городов, которые должны вот такие штуки предотвращать. По поводу смены погоды еще очень хочется предупредить любителей рыбного лова и тех, кто любит погулять по рекам. Все-таки давайте говорить о том, что уже теплые плюсовые значения температура воздуха показывает. И накануне случилась неприятность, когда также у нас в Нижегородской области девочка оказалась на льдине. И, слава богу, рядом оказались рыбаки, которые не растерялись, попытались как-то эту льдину дотолкать до берега. Тут же подключились и спасатели. Девочка жива, но тем не менее, чтобы вот таких неприятностей не случалось, давайте где-то оставаться на берегу и не испытывать с собой прочности ледового покрытия. Ну и ты раз о рыбаках сказал, и рыбакам самим тоже мы сейчас обращаемся. Да, конечно. В общем-то, знаю, что целыми семьями люди выходят, и минувшие выходные уже появляются. Два человека погибли, между прочим. Два человека погибли, да. Ну, а мы двигаемся дальше. У нас следующая тема в эфире прямо сейчас. Вот как раз мы про погоду рассуждаем, а телезрители нам пишут, что бог с ней с этой погодой. Расскажите, что там происходит с рублем-долларом. Это гораздо важнее. Ну, вот это к вопросу о том, что людей волнует сейчас больше, и что для них имеет значение в текущий момент. Но давайте посмотрим, что происходило накануне. И все средства массовой информации были примерно в таких заголовках, которые мы сейчас покажем на нашей видеостене. И это касалось того, что рубль рухнул до 75 за доллар. Да, то есть тут, кстати, важно правильно избирать формулировку, ведь это не доллар и евро растут, это рубль падает по отношению к другим валютам. Все ожидают, что что-то должно произойти, какие-то обрушатся, какие-то котировки. В общем, никто ничего не понимает на самом деле, и мы, выполняя свою просветительскую функцию, готовы в эфире представлять людей, которые могут нам объяснить, что происходит, как оракулы, прорицатели, практически толкователи. Есть такая возможность. Наталья Смирнова. Да. С нами должна быть на телефонной линии независимый финансовый советник. Да, она у нас сейчас. Наталья, добрый день, рада вас видеть. Да, мы вас видим, мы вас слышим, слышит вас весь Нижний Новгород, Нижегородская область. Давайте разбираться по порядку, что на самом деле происходит, надо ли бежать за гречкой, если нет, то ждать. Надо ли бежать за долларом тогда, если не бежать за гречкой. Да, что делать, что делать и что происходит. Ну, у нас обычно одна и та же реакция на все. То есть, если рубль падает, у нас обычно все бегут за гречкой, и все бегут за долларом, чего делать. Ну, гречку, может быть, если вы хотите ее приготовить, конечно, можно купить, но доллары, когда уже все взлетело туда, куда взлетело, я думаю, что брать несколько позже. Ну, надо было раньше думать, условно. Сейчас уже поздно, да. Уже не берем все, понятно. Уже нет. Что происходит? Ну, смотрите, несколько моментов. Первое. С начала года распространение коронавируса привело к тому, что экономики начали замедляться, инвесторы начали опасаться, что все это далеко зайдет. И на этом фоне нефть начала падать, и страны-члены ОПЕК в расширенном составе, эта группа называется ОПЕК+, должны были встретиться, они и встретились 6 марта для того, чтобы согласовать сокращение добычи нефти. Потому что если сокращение будет, нефть подрастет, ну, и рынки в целом подуспокоятся. Но 6 марта Российская Федерация сказала, мы не будем, мы не хотим еще больше сокращать, мы и так, мы согласны. Мы хотим продавать много-много нефти, и никто нам не указанными словами. Ну, если кратко, то так, да, из серии, ребят, все это, конечно, классно, но мы не хотим терять долю рынка, мы и так уже с 2017 года в соглашении о сокращении, мы готовы его поддержать и дальше, но еще больше сокращать не готовы. И после этого Саудовская Аравия сказала, а, вот так, значит, ну, тогда мы будем делать иным образом. Мы тогда с апреля, когда прошлое соглашение закончит действие, мы, наоборот, начнем еще больше добывать, а еще до кучи мы цены на нефть снизим, чтобы нашу долю побыстрее восстановить. Все это на детский сад очень похоже, на драку в ясельной группе в какой-то. Получилось, как получилось, развязалась нефтяная война. Мы сказали, не хотим соглашаться с Саудовской Аравией, а мы тем более. На этом фоне нефть обрушилась больше, чем на 30%, ну, а поскольку мы живем в стране, которая так или иначе все-таки зависит от цен на нефть, рубль обрушился вместе с нефтью, и у нас сейчас доллар за 70, а евро за 80. Вот, если кратко, что случилось? Наташа, кто при этом больше пострадает? Исключительно Игорь Иванович Сечин или мы, все жители страны, тоже большим количеством налогов будем восполнять вот такой минус в бюджете? Потому что нам-то как говорят, вам-то чего, собственно, россиянам переживать? Вы в рублях зарплату получаете, в рублях, значит, в магазине тратите, и вся жизнь у вас в рублях. Вам-то чего? Вот пускай сильные мира сего переживают, кто держит какие-то там фонды. Мы с вами, простые граждане России, и как-то при этом пострадаем, инфляция вырастет в разы, или все-таки придут какой-то договоренности с ОПЕК, все успокоится, и доллар как бы придет к тому уровню. Вернется, да, но не к 30, но хотя бы к 60. Какие прогнозы? Ну, к 30, я боюсь, что начиная с 14, об этом уже поздно мечтать. Это доллар за 30, это как-то сказка уже. Но если говорить про доллар за 65 и 66, слушайте, ну у нас это уже было. У нас был 2016 год, у нас была нефть по 25 долларов за баррель, у нас был доллар за 70, у нас была ситуация, когда, но только из-за Китая, получился обвал, у нас действительно, мы долгое время были вот на такой панике. И потом, на этом фоне сланцевые производители нефти в США, где себестоимость добычи гораздо выше, чем у нас и в Саудовской Аравии, они не могли долго выдерживать такие низкие цены и постепенно начали сокращать добычу, или даже некоторые маленькие компании начали банкротиться. И в принципе, если сейчас нефть долгое время будет около 30, то можно ожидать, ну не в таком объеме, конечно, как в 16, но тем не менее сокращение добычи сланцевой нефти со стороны США. США в сделку ОПЕК-плюс не входили. И поэтому, если страны-члены ОПЕК и ОПЕК-плюс не будут понижать добычу, и наоборот ее нарастят, а в Америке добыча сократится, то нефть это плюс-минус поддержит. Она чуть-чуть отрастет, а с ней и рубль. Когда это произойдет, сложно сказать. Худший сценарий, ну в течение года, полутора. То, что мы не можем сказать сланцевой компании США, сколько контрактов по прошлой цене нефти они заключили, потому что по контракту цена фиксируется. И, ну в худшем случае, еще где-то год примерно ждать. Второй момент, как будет себя показывать коронавирус? Если эпидемия постепенно будет сходить на нет или будет найдено лекарство, а как показывает прошлая статистика, это птичий, свиной гриб, это атипичная пневмония, то на вирус пришлось потратить где-то около полугода-года, чтобы найти лекарство. То есть, в принципе, через год-два ситуация должна выровняться. Через год-два звучит, на самом деле, наверное, не для каждого обнадеживающе, потому что эти год-два надо как-то переждать. Сейчас же ведь начнется, наверное, рост цен, если да, то на что, кстати. Вопрос лишь только в том, насколько критично это для населения. Если у нас все население активно ездит за границу, да, конечно, это население пострадает, но это далеко не все в стране. Второй момент. Насколько у нас много сейчас импортируемого сырья, товаров и продукции, услуг. Но из-за 2014 года у нас уже пошло импортозамещение. Не всего, но многого. Поэтому здесь нет абсолютной пропорции, что сейчас у нас цены на все вырастут процентов на 10, на 20, на 30. Конечно же, нет. Потому что много у нас производится за рубли, и поэтому прямой связи здесь не будет. Подорожает, очевидно, зарубежная. Но поэтому для большинства граждан, да, некоторый опосредованный рост цен будет, но это не 20-30%. Это, ну, хорошо, в прошлом году инфляция была официально где-то процентов 4, но в этом, если даже хуже сценарий реализуется, и мы будем год ждать плюс-минус какого-то восстановления, хотя, я думаю, будет быстрее, то, ну, будет инфляция процентов 7-8. То есть, в принципе, это не критичные вещи, это не 90-е годы, инфляция в 100% и более за год во время развала Союза. Поэтому закупаться гречкой, овсянкой, и там чем еще принято, спичками. — С душонкой, да. — Сейчас я в номинат. Наоборот, я воспользовалась ситуацией, потому что сейчас как раз надо не за гречкой бежать, а на фондовом рынке началась распродажа наших крупнейших компаний. — О, то есть если кто-то давно хотел купить Норильский никель, Газпром, что там еще, Сбербанк вчера. — Не, уже не надо. — Уже не надо, да? — Красотрос. А вот как раз Газпром, Сбер, ну, нефтянка, короче, но кроме сургут нефтегаза, она интересна. Это если человек готов на риск. Естественно, никто не знает, как быстро они вырастут. Может, опять же, придется ждать год. Но, опять же, я уверена, что через год многие потом будут опять вспоминать нынешнюю ситуацию и кусать локти. А зачем же я купил гречку? Почему же я не воспользовался ситуацией и не купил хотя бы на часть свободных денег, которые мне год-два точно будут не нужны? Не гречку или там пятый телевизор, как у нас в конце 2014 года скупали. А именно вложился во что-то ценное, то, что точно не обанкротится и будет с нами еще долгие годы. Независимо от того, что сейчас локально произошло с ценами на нефть. Вот наши телезрители, Наталья, кстати, спрашивают, пишут нам, какая умная девушка у вас сейчас в эфире. Может быть, хоть она объяснит, почему бензин не дешевеет, когда дешевеет нефть. Последняя надежда для этих людей хоть что-то понять происходящее. Ну, к сожалению, боюсь, что этого я объяснить не могу. Даже Наталья Смирновна может объяснить. Это не очень политкорректно, поэтому я скажу, ну вот так. Ну вот так, в нашей стране так. На самом деле, там очень долгое объяснение, почему такое ценообразование. А мы благодарим Наталью Смирнову, независимого финансового советника, за те дельные советы, которые были даны в нашем эфире. Так что, если есть какие-то свободные финансы сейчас у вас в кошельке на счету, мы не закупаем гречку, рис и рисовую крупу и сахар на будущее лето, а покупаем те акции, которые вам посоветуют специалисты, или вы можете сами как-то проанализировать, промониторить, для того, чтобы потом, через год, через два, на этом можно было заработать. С пенсии в 9 тысяч много ценных бумаг не купишь. Есть и такой комментарий от наших зрителей. Я просто предвидел, что это будет. Нет, абсолютно правильный комментарий. Прекрасно понимаю пенсионеров, которые сейчас оказались в сложной ситуации, которые переживают за те небольшие накопления, которые у них есть. И, конечно, никто не будет из них покупать акции Сбербанка или какой-то там нефтянки. Они будут жить по тем средствам, которые у них есть. Я знаешь, только за что переживаю? За что? Что лекарства, которые тоже закупаются у импортных производителей, зарубежных производителей, могут подняться в цене, и тут уже никакая пенсия не получится. Слушайте, мы ведь в прямом эфире работаем. Значит, мы можем посмотреть, как прямо сейчас себя ведет курс доллара по отношению к рублю. Актуальный график и как это происходило. Вот смотрите, сейчас попросим вывести на... Почти получилось в первый раз. Мелькнуло, да, и исчезло, но мы сейчас увидим. Значит, смотрите, вот что происходило. Вот это вот, где график резко пошел наверх. Вот мне хочется указку сейчас стать, как в школе. Вот где пошел наверх. В начале это 8 утра предыдущего дня. Да, вот все проснулись и поняли, что у нас резко начал дорожать доллар. Все это дело пошло наверх-наверх. Достигло где-то там в районе полудня накануне пика. Здесь практически 74-75. 75 рублей за доллар в моменте. Дальше чуть просело. К вечеру опять все занервничали. Опять все это дело выросло. Все начали гадать, а как же откроется московская биржа. Но вот посмотрите, что происходит дальше. Что происходит сейчас? Да, потихонечку, потихонечку выравнивается курс доллара. И вот в текущем моменте у нас 71 рубль примерно получается за доллар. Это вот прямо в режиме реального времени мы сейчас выводим. Это самая актуальнейшая информация, которая происходит. Курс доллара на завтра есть уже на 11 марта. Вырос он на 4,5 рубля и составляет 72 рубля 2 копейки за 1 доллар США. Поэтому мы к чему это? К тому, что вот какой-то особой суперпаники нет. Посмотрите, как рынок отреагировал и все в принципе возвращается обратно. Такой некий шок. Но посмотрим. Я сейчас почувствовал себя практически как финансовый обозреватель. В интернете активно шутят не только профессиональные юмористы, которые получают примерно столько же денег, сколько они на сцене вывалили. И милые котики им в помощь, потому что все соцсети накануне облетела именно вот такая картинка, когда коты собрались утром над хозяйкой и говорят о том, Наташ, ты спишь? Уже 6 часов утра, а Наташ, нефть? Доллар по 72, нефть по 32. Вставай, мы все уронили. Мы вообще уронили все, Наташ, честно. Но это самая популярная сейчас картинка, которую пользователи социальных сетей выкладывают. С одной стороны, котики мило, они несколько нивелируют всю тревожную ситуацию. С другой стороны, вроде и посмеяться. Но сегодня эксперт в эфире также нас успокоил. Все эксперты, которые у нас прозвучали, успокоили. Чуть как-то да, прям. Во-первых, с курсом будет все нормально, все стабилизируется рано или поздно. А во-вторых, и лето будет малиновым. Так что все страхи, о которых мы говорили сегодня в нашем эфире, они развеяны. Но тем не менее, давайте посмотрим на итоги голосования. В начале эфира мы спросили, на что вы больше обращаете внимание из того, что говорится в средствах массовой информации. Тоже пугает больше наших телезрителей. Получаем последние сейчас цифры голосования актуальные. Вот угадай, что меньше всего. Я думаю, что распространение коронавируса. Потому что лично каждого это не касается. Оно где-то облачно, где-то непонятно. Кто-то где-то чихнул, а где-то было. Может быть у одного, а может быть и нет даже ни у одного человека. А может кто-то и верит в то, что власти могут обеспечить необходимые меры случаи. В общем, 16% боятся только коронавируса. Далее, 36%, чуть больше третий погодной аномалии. Не понимает, что происходит. Вот сегодня я проснулся, туман страшный. Это хорошая погодная аномалия, потому что мы не в минус уходим, идем в морозы, а наоборот все теплее и теплее становится у нас погода. Ну и лидер голосования, сейчас Росдоллара. Вот этим обеспокоены наши соотечественники. Таковы итоги сегодняшнего голосования. Ну что ж, все в принципе, наверное, ожидаемо, предсказуемо. Мы успокоили, кого смогли. Вы не думаете, что у нас такая терапевтическая программа, хотя сегодня получилось почему-то именно так. Но, тем не менее, кстати, вы же можете и свои тоже какие-то темы для обсуждения к нам предлагать. Еще раз напомним все наши координаты. Во-первых, ВКонтакте, vk.com, slash, день за днем ННН, наше официальное сообщество. Пишите нам также на почту день за днем ННН-ТВ, собачка, mail.ru. Ну и звоните, в конце концов, 434-3477. Это телефон прямого эфира. Предлагайте свои обсуждения. А может быть, вы хотите кого-то видеть в нашем эфире, чтобы по-серьезному поговорить. В общем, пожалуйста, мы открыты для предложений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова